А вот в селении Усмиюрт Бабаюртовского района другие причины не посещает учебное заведение. Школьники остались без горячего питания и отопления. Директор школы неоднократно обращался в администрацию района с просьбой о помощи, но вместо чиновников на проблему отреагировали активисты ОНФ. Подробности у Луизы Раджабовой. Нет, это не встреча выпускников. Сегодня звонок на урок не для учеников, а для их родителей. Они прекрасно понимают, что в таких условиях учиться нельзя. Их детям в школе и холодно, и голодно. Ведь и тепла нет, и до столовой далеко. Вот построили школу, сделали открытие, отпустили детей, но нету здесь ничего. Мы не можем такую школу отпускать детей. В порт, полшатки нету вообще. Ничего нету. Вот, например, данный момент. В помещениях в классах холодно. С января месяца в классах холодно. Дети уже болеют, дома лежат. Мы не можем такие холодные кассы детей пускать. И мы не будем пускать. В Уцмюртовской школе Бабаюртовского района вместо оценок домой приносят температуру и кашель. Частичный срыв учебного процесса произошел из-за отсутствия отопления. Котлы вышли из строя еще 28 января. За пробелы в знаниях 800 учащихся переживают не только родители, но и сами учителя. И мы, конечно, по программе отстаем от других. Другие занимаются. Совсем холодно у нас. Батарейки совсем теплые или же совсем они холодные. Директор неоднократно обращался в администрацию района с просьбой выделить средства на покупку нового котла. Однако, по его словам, многочисленные обращения чиновники предпочитают не регистрировать. Отправляют сюда неоднократно своих замов, отправляют посмотреть, почему здесь холодно, почему отопление не работает. Они все время приезжают, как будто они принесут сюда тепло. И оставляя тепло, они уезжают. Недавно приезжала с Роспотребнадзора, вот с приборами измерили тепло в класс-помещениях. И они категорически отказывают и просили, и сказали, чтобы сюда детей не запустили. Путь к обеду для маленьких детей был экстремальным. По словам родителей, время трапезы проходило в аварийном помещении, пока не обвалилась стена. Однако, после этого никакие меры для решения вопроса с обеспечением детей горячим питанием так и не были предприняты. Наши дети с первого по четвертого класса идут сюда кушать. Многие из них отказываются. В слякот, в грязь, они не хотят сюда идти. Это вообще уже внутри даже невозможно зайти. Там и крыша, там все. Весь хлам, весь вартак у нас здесь. Мы не хотим, чтобы наши дети ходили вот в этот хаос, одним словом. По поводу горячего питания и пищевлока мы обращались в Министерство строительства и руководство района. До сегодняшнего дня вопрос не снят. Она остается актуальной на сегодняшний день. Наша съемочная бригада решила озвучить все накопившиеся у граждан вопросы и задать их чиновникам администрации Бабаюртовского района. Однако, в их труднодоступные кабинеты мы так и не попали. Сколько еще будут мерзнуть школьники? Вопрос открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Бабаюртовский район.